Всем привет, меня зовут Ритсу, добро пожаловать на мое прохождение. Возвращаемся мы в 8.11. Возвращаемся, продолжаем проходить. Крутую игрушку, крутую игрушку. В прошлый раз мы остановились, давненько мы уже остановились, на самом деле. Продолжаем исследовать церковь, продолжаем смотреть, что кого, что да как там. И я помню, мы остановились прямо перед каким-то спуском, непонятно. Думаю, там, блин, сейчас начнется. Ну, посмотрим. Посмотрим, так или иначе. А перед началом этого замечательного, просто супер невероятного, омега, гига, супер-пупер-дупер видео. Не забывайте подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Хотя я в этом очень сомневаюсь, но, правда, не забывайте. Ставьте лайк, тоже не забывайте про лайки. Подписывайтесь на мои социальные сети, телеграм-каналы, дискорды, бла-бла-бла-бла. Пятое-десятое, летзгол, 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 побежали, убежали. Время не ждет, время не ждет. Начинается. Что ж, пойдем. Пойдем, дружище! Я вспомнил, я вспомню, что-то написано было. А где тут же, по-моему, что-то был? А, вот, F1. Что за F1-то? Что это значит вообще? Нет, стой, стой. Что? В смысле, заперта? А, в смысле, как заперта, бро, бро, нет, стоп. Ты что наделал? Это точно не я был, это был не я. Это не я, блин, захотел уйти оттуда. Это ты, блин, наделал. Почему ты так? Так, аккуратно, аккуратно. F1. Не работ... Ой, что-то открывает. Не работает ничего F1. Что это значит? А, или это флор, типа этаж, хотя вряд ли. Как это, я же, типа, я вниз спускаюсь. То есть должен быть этаж ниже. Так что пока не ясно. Так, подождите, стоп. Прикольно анимация у этого, этой штучки. Тут что-то страшное происходит, а? Так, это исповедальня. Закрыто. Туда не войти. Вот, Дева Мария, здравствуйте. Давненько не виделись. Ты замечаешь слабый свет, исходящий из заколоченной двери. Заглянув сквозь решетку, ты видишь стену с беспорядочными... Беспорядочными каракулями на ней. А, Нид, нужна... Так, нужна помощь. Бла-бла-бла, 38. Боже, прости. Ага, круто. Кул, кул, кул. Так, ну, в принципе... В принципе... Блин, как тут много развилок. Давайте сначала в ту комнату сходим. Даже вниз можно сходить? О, господи. Или давайте сюда сходим. Мне здесь нравится здесь светло. Опа. Опа. О, what the fuck? Ты что сделал? Зачем задавил ее? Ужас. Фууу. Фуу. И смотрите, блин, у него улыбается просто. Весело тебе, да? Весело. Раздавил букашку и доволен. Фу, там сразу какие-то жужжки, паучки, блин. Ээээ. Эээ. Эээ. Ты успешно копаешь. Неудивительно, делать этого долго не пришлось. Какого черта? Неужели Базилио Данте умер 10 лет назад? Этого не может быть. Внутренне в глубокой яме оказалась видеокассета. На ней есть номер, указывающий на то, что это первая кассета из серии. Так. Точно первая? Тут написано 0, типа и... Непонятно. 0 что? 0,1. Откуда ты знаешь? Не знаю. Я не знаю. Я не знаю, откуда он знает. Книжная полка, покрытая пылью. Несмотря на аллергию, ты из любопытства хватаешь случайно корешок. Первое, что ты открываешь, это альбом. Там есть поляроиды, базилики и некоторых ее членов. Ты листаешь, просматривая фотографии событий. Официальные ужины, молитвенные круги, мессы, несколько молодых священников, играющих баскетбол и так далее. Ты перелистываешь следующую страницу. Эта страница полностью посвящена рукоположению. Это навевает болезненные воспоминания. Ты уже собираешься перелистнуть страницу следующую, как вдруг кое-что привлекает твое внимание. What? What? Ты уже собираешься перелистнуть следующую страницу, как вдруг кое-что привлекает твое внимание. Это Леон. What the fuck? На этой фотографии безошибочно видно Леона. Ты осторожно вынимаешь фотографию из вставки. Ты присматриваешься к ней, чтобы убедиться, что ты его не обманываю тебя. Он стоит на заднем плане. Он единственный улыбается на этой фотографии. Это немного тревожно. Ты перелистываешь страницу на другую страницу. Здесь больше нечего отметить. В этом альбоме больше нет других фотографий. То, что с Леоном, я точно заберу. Вы взяли предмет. Полероид с Леон. Ты кладешь альбом на место. Рядом лежит журнал с черной обложкой, который, кажется, заинтриговал тебя читать, конечно. Только без жути, пожалуйста. Ты открываешь с чьей-нибудь страницу. По всей книге рассыпаны мелкие каракули, указывающие на то, что это чей-то личный дневник. Ты останавливаешься на одном абзаце, когда имя Данте бросается тебе в глаза. Написано следующее. Епископ Фрэнсис был помазан в этой базилике. Когда он прибыл, он сел на колени и благословил священные земли под ним. Фрэнсис был загадкой для всех остальных в базилике. Он повсюду носил большую шляпу, темная тень от шляпы скрывала его лицо. Его наследник Данте также болен, но за его словами или действиями нет дурных наберений. Он делает только то, чего ожидает от него наш отец. Часть остального текста нечитабельна. Эта книга сильно пострадала от воды. Епископ Фрэнсис скончался. По крайней мере, это то, что мы должны сказать. Мы должны все скрывать. Мы скрываем много правды в недрах этой базилики. Те, кого застали за шептанием заговор против Фрэнсиса, пропали без вести. Мы вынуждены писать символы на руках и разговаривать на языке жестов. Я думаю, что Фрэнсис убил Данте. Он исчез несколько недель назад. И тело так и не было найдено. Базилика в полном отчаянии. Наш отец подвел нас. Фрэнсис угрозы. И он все еще где-то там. Прислушайтесь к моему предупреждению, кто бы не наткнулся на это. Фрэнсис? Это не тот челик, который как раз таки здесь бродит, сумасшедший вот этот священник. Единственный, который здесь остался. Потому что, если там лежит Данте, если там лежит Данте, то, скорее всего, кто его есть... Ну, речь как раз таки про этого мужичка. Гробницы украшены свечами, гнилыми фруктами и плюшевыми медведями. Каким? Каким медведям? Кого он света? Привет, сова. Это ты? Здесь есть сильно обгревшая книга. Какая книга? Это сова сверху стоит. Тебе это не смущает? Прочитать что-либо с содержимым внутри практически невозможно. Ты пролистываешь несколько страниц, но попадаешь на одну с черно-белой фотографии человека, покрытого медицинскими бинтами. Здравствуйте, вы кто? Это Polaroid, взять. Фотографии из... Polaroid это же фотоаппарат, да? Разве фотографии с Polaroid называются Polaroid? Не знаю, или это Polaroid типа пленка? Я не знаю. Здесь лежит толстая книга прочитать. Сколько, блин, здесь чтиво? Я не знаю. Просто я не знаю. Какое-то гига чтиво, а не игра. Уи-уи. Ты листаешь на случайную страницу. Имя субъекта, любые его значимые признаки, идентифицирующие его, были удалены, чтобы сохранить анонимность для жертвы, а также для создания более терпимого общества в базилике. Испытуемый жаловался на сильные боли в желудке. Были проведены небольшие тесты, но ничего подозрительного обнаружено не было. Субъект пришел в медицинское отделение и 17 июня потом он рассказал нам о своих ночных ощущениях, которые вызывали растущее беспокойство. Ты переворачив страницу и понимаешь, почему книга была такой странно толстой. Внутри кассеты и работающий проигрыватель. Ты не можешь выдвинуть кассету из футляра, поэтому включаешь воспроизведение звука. Поиграть аудиокассету? Да. У меня выбора в этот раз не было. Саудиозапись звучит скрипучий голос. Кажется, это часть звука воспроизводится с перебоями. Я вот, кстати, не понимаю. Видимо, это вот этот контент, который я нахожу, это буквально опциональный полностью контент. И то есть я мог бы пройти и даже не узнать ничего из этого. Ну, кроме вот тех... тех фотографий с Леоном, скорее всего. Их надо было тыкнуть. С большой вероятностью. Потому что Леон это сюжетный персонаж. А вот эти записи, мне кажется, чисто потому что они не подсвечены, и мне кажется, что они секретные. Хорошо, начни еще раз сначала. Устройство уже записывает. Если ты объяснишь, что происходит, это может не только помочь тебе, но и продвинуть медицинскую практику в базилике. Это так трудно объяснить, но я очень голоден, сколько бы я ни ел. Я не могу вспомнить, что такое чувство сытости. Боль в желудке не мешает мне есть. Самое страшное чувство возникает поздно ночью, когда устраиваюсь в постели и лежу неподвижно несколько часов. Я просыпаюсь. В какое-то время кажется, что все в порядке. Но как только я начинаю дремать, я чувствую, как что-то внутри меня шевелится. Продолжай. Мне так страшно. Я боюсь, что я воображаю эти ощущения, потому что меня объявят сумасшедшим. А что, если это все правда, и со мной действительно что-то не так? Просто продолжай рассказывать о своем опыте. Здесь тебя не будут строго судить. Такое ощущение, что чьи-то пальцы ползают по нижней части моей кожи. Это тянущее, тягучее ощущение, которое заставляет меня чесаться, но оно внутри глубоко в тканях моего тела. Фу-у-у. Господи, кошвар. Я не знаю, блядь, это ужас. Какой-то автор описывает уже не первый раз. Такое ощущение, что мои внутренние органы зутят и болят. Что-нибудь еще? Когда я долго неподвижен, в этой области возникает странное тянущее ощущение. Чтобы прояснить, субъект указал на нижнюю часть живота. Такое чувство, что там что-то движется. Что-то внутри меня движется и издевается. Я чувствую это. Не можешь просто быть игрой моего разума. Это необычный эффект лекарств, недосыпания или чего угодно. Я должен быть совершенно здоров, но со мной что-то неправильное. Пленка заканчивается, но книга продолжается. Здесь больше текста с несколькими нарисованными стрелочками, которые пытаются соединить все наброски вместе. Этот же субъект был доставлен в отделение неотложенной медицинской помощи после бурного возмущения, вызванного предположительно психическим расстройством и другими ключевыми факторами. Объект прервал занятие хора, когда, по словам свидетелей, ворвался в комнату и потребовал медицинской помощи. Очевидцы сообщили, что видели, как мужчина добровольно выпотрошил себя чем-то похожим на Это человек выкрикивал бессмысленные вещи, бессвязные речи, о которых никто не может толком вспомнить. Настоящий ужас проявился, когда при ближайшем рассмотрении оказалось, что кишки мужчин оказались змеями. Че? Не верю, не бывает такого. Внутри него были змеи, которые заменяли ему жизнь на важные органы. Никто не знал, как они там оказались без ведома самого мужчины. Но это уже чисто напридумывали, напридумывали. Лошу провокации. Пока что мужчина будет держаться в камере, где его будет лечить от психоза и странного состояния организма. Пусть бог будет милостив к этой душе. Фотография. Ужас. Ужас, ужас. Ты че, гоните что ли? Уроды, а? Смешно, да вам? Могилы знак неизбежный. Ну-ка вылезайте, уродцы, блин. Смешно, да? Давайте скример пустим. Просто чьи-то руки. Просто чьи-то руки выскочили. Чисто внезапно. Просто по приколу. Прикол. Прикол. На этом нагробе написаны некоторые сведения. Здесь указаны имя, год рождения и смерти. А также некоторые цитаты, которые были повреждены из-за возраста. Изображение креста с квадратом, перекрывающим текст. Должно быть, эта душа покинула этот мир более 10 лет назад. Так, досочки какие-то. Туп-туп-туп. Тут картинка, объясняющая символы, встречающего это лияну. Это мы видели. Что это за хрень висит? Это птичка какая-то деревянная. На двери висит записка, которая гласит следующее. Какой формы отличается десятая годовщина смерти человека? Неправильно. Подожди. Так. Какой-то еще, блин, какой-то еще опрос происходит. Десятилетие. А как это называть? Как назвать-то, подожди. Только заглавные буквы, подожди. Мне нужна формула писать, типа, какую форму? Квадрата вот этого? Ура! И, блин, какой же я математик? Кто звонит? Какой же я, блин, я хотел сказать математик, англичанин, American boy. Что за? Этот звук здесь есть мобильный телефон? Надо его найти. Что такое? А, это... Так, прогресс. Телефон, алло, алло. Так, это куда? С этой дверью что-то странное. Она не откроется, пока не будет введен определенный номер. Пин-пад определенно выглядит использованным. А, я не знаю, подожди. I don't know. I don't know. Так, пойдем в эту комнату. Кто шипит? Здесь есть второй лейнерок. Ура! 6, 10, 20. Поднимая его, ты замечаешь несколько гравировок. Гравировок, вырезанных на нем. 6, 10, 20. Окей. Хм. За этой занавеской находится дверь с пин-падом. Так, ну-ка. 6, 10, 20. Так просто? Так просто? Изи. К этой доске прибит лист бумаги. На нем написано. Существует множество суеверий, касающихся смерти человека. Одно из них гласит, что после эпохи похорон, могилы естественным образом распускаются цветы, если человека любили и он ушел из жизни мирно. Однако, если с душой поступили несправедливо, до или во время смерти, то на этом месте произрастут грибы. Религиозные семьи вызывали священников и просили исцелить эти могилы. Коробка с аптечкой. Лут. Так, что-то написано. А, чем позаботиться, блин? Чем позабочусь? Чем позабочусь? У меня есть... Я могу налить что-нибудь? Можно их срезать, греть ножиком. Нет, нельзя срезать. Почему? Чаша или сосуд, в котором хранится святая вода. Внутри есть немного воды. Ты сжимаешь чётки, которые дал тебе Леон. Помолиться над водой? Да. Ты читаешь несколько стров, одновременно опуская чётки в воду. Затем благословляешь во имя Отца, Сына и Святого Духа. Вода теперь освещена. Святая вода. Я? Как я? Куда я взял святую воду? Ты окрапляешь грибы святой водой. Грибы превращаются в яркие, красивые цветы. Ура! Так, мы сделаны из крови твои розарии. Кто такие розарии? Forever. Что-то forever. Или, подожди, или... У него есть четыре... Не понял, что написано? Что написано? У него есть четыре чего-то там. Неясно, чего. Славный полироид. Ура! Цветы, я люблю цветы. Я люблю цветы. Чё так шипит, а? Хватит шипеть. Умоляю, хватит шипеть. Я сейчас позабочусь о грибах. Я, блин, грибник теперь. Теперь я грибник. Ура! Нет, еще один грибочек остался. Как у меня много всякого кала в рюкзаке, я не знаю. Это сколько... Столько всяких предметов, блин. Куда я их денусь? Так, что-то тут... Эта полка удивительно легкая по весу. Возможно, получится ее передвинуть. Конечно. Полка. Это, блин, не полка. Это целый шкаф. Открывается скрытый путь. Это, может, не надо? Ну, там точно телевизоры. Ой, телевизоры, говорю этого. Девы, Мария, помогите. Дайте мне сохранение. Почему я не могу? I don't understand. Необычное собрание скелетов. Здесь есть части человеческого скелета и части скелета оленя. Ну, предположительно оленя. Рога отсутствуют. Он мог погибнуть во время зимнего сезона. А, подожди-ка. Не может быть, Леон. Посмотри на это. Кажется, это кости животных. Флешбэк. Леон еще живой. А? Кости животных? Да, череп тоже здесь. Интересно. Как думаешь, ты сможешь определить, какого животного это останки? Не, не совсем. Наверное, какое-нибудь домашнее животное, которое забралось сюда. Дай-ка посмотреть. Ого, вау. Действительно кости. Впечатляющая находка Райкера. Это точно был олень. Это видно по черепу. Вот здесь, перед глазницами, есть такие ямки, называемые фенестрами. У этого оленя отломилась причелюсть, что достаточно часто встречается. О, а здесь видно, что слезная ямка неглубокая, так что это мог быть белохвостый олень. Нифига себе, бренд-то оленевод. А, извини. Слишком замудрил. Вау, я не знал, что ты так много знаешь о мертвых животных, Леон. Должно быть, очень любишь животных, мертвых животных. Твои любимые животные-то олени или... Да, наверное. Я провел некоторое время в Россо-Кадере, изучая дикую природу. Россо-прекрасное место, Райкер. Тебе должно понравиться. Там повсюду большие деревья и часто идут дожди. Да, ладно, ладно. Давай продолжим. Если ты хочешь поговорить об оленях или местах, которые ты посетил, пока мы идем, то не стесняйся. Нет, нет, Леон. Как ты мог меня оставить? Как ни странно, человеческий скелет соединен со скелетом оленя грудной клеткой. Два существа, разделяющие единую грудную клетку и плечи. Фу. Странно. Чего я вообще в этом думаю? Ты отворачиваешься, чтобы посмотреть в другую сторону. Кое-что привлекает твоего внимания. У черепа оленя нет рогов. На самом деле, похоже, что ты можешь дополнить его, словно головоломку, двумя оленями рогами из своей сумки. У-у-у-у. Приклушенные голоса исходят из двух оленей рогов, которые ты держишь. Нет, опять голоса, шиза моя, хватит. Прислушаться к голосам. Почему? Я не хочу, я не хочу. Прочь. Их слова успокаивают и не отталкивают тебя. Прямо представляете, если бы они на постоянной основе так болтали. Мне кажется, я бы с ума сошел. Есть ли у меня что-нибудь, что могло бы надежно прикрепить эти рога к черепу? Четкие? Не думаешь? Мято, а? У меня нихрена у меня нет. Может, бинты? А, ура, есть, есть контакт. Не зря я их собирал всю игру. Не зря я их собирал. С помощью бинтов ты фиксируешь оленя рога на свои места. Есть. Фу, страшилка. Это каким-то образом сработало, ты не задумываешься об этом. Полный череп оленя, зачем он? Дева Мария, ну помогите мне, сохраните меня, ради бога. Там что-то в воде лежит. Какая-то странная локация мне не нравится. Это слишком неполноценная локация. Почему, Дева Мария, почему не хотите со мной общаться? Неужели я уже согрешил? Я уже согрешил. Че так тихо стало? Сейчас кривер будет какой-нибудь. Че так тихо? О, все, нет. Почему я не могу? Я не могу больше говорить с Дева Марии. Почему? Я согрешил? Я извиняюсь. Там что-то еще было. Прям, я не пускаю больше. Ну, я моя. Йоу-мою. Йоу-мою. Ура, спасибо, хоть что вы разговариваете со мной. Так, идем. Так, пароль пока у меня нет. Пароль пока у меня так что идем направо. Страшно. Фу, личинка. Да. Птичка. Чирик-чирик-чирик. Чирик-чирик-чирик. Так, не мешай. Не мешайся, дружба. Странная статуя. Это неверные, что она должна изображать. Похоже, она сделана из олених шкур и кожи. Надо поставить башку. Или не надо поставить башку. Так, лет's go вниз. Опа. Странная картина с ображением обнаженной женщины. Она покрыта всевозможными штукурами животных и держит голубя в руке. Нам покажут? Обнаженную женщину. А-а-а! Фу. Опять всякие каки ползают противные. Это что? Коридор с... Эта часть будет в Сан-Сандертейл? Что? Я как будто прям к Сан-Су иду, я не знаю. Флэшбэк-нула, дикое. Похоже, что дверь закроется после того, как ты его используешься. И вот через эту дверь. Ну да, пойдем. Ладно, что, босс не. Или не пойдем. А куда дальше-то надо идти? Я не знаю, куда дальше идти. Дверь закрыть. А куда идти-то дальше надо, я не помню. Где нужна была голова оленя? А я вообще не помню ничего уже. Так, куда мне надо идти-и-и-и-и-и-и? Так, вот тут я был, да? Ф-1. А, блин, опять дверь закроется. То есть, что такое-то, а? Так, а тут что? Тут заперто. Везде заперто, блин. Почему так сложно? А теперь как попасть тут? Я не знаю, уже запутался. Давайте вернемся. Давайте вернемся на то место. Так, тут тоже пароль нужен, да? Но не может быть один и тот же пароль. Не может быть один и тот же пароль. Неправильно. А как узнать пароль тогда? А, 100 тут же написано, что-то. 3, 8, 38, 6, 7, 3, 8, 40. 6, 7, 3, 8, 40. Как убрать мне вот это вот? Господи, как сложно. 6, 7, 3, 8, 40. Изи! Ой, здравствуйте. Вот сюда надо башку оленей поставить. Оленяя башка. Мы дотянемся вообще до тут? Мне кажется, там высоко, блин. Высоченная статуя. Статуя святого Б. Она традиционно используется для жертвоприношений. Эти жертвоприношения приносят благословение или исцеление. Этот цветок также считается прорицателем. Они связаны со смертью, общением с мертвыми и являются проводниками в сны, созданные мертвыми. Нормально? Вот это святая статуя, которая используется. Язык не поворачивается. Язык не поворачивается. Такие вещи говорить. И это называется святым в религии. Что святого здесь, блин, я не знаю. А, что ты от меня хочешь-то, я не знаю. Что от меня хотят? А, принести в жертву кого-то? А чего у меня есть? А что надо делать, подожди. Я не понимаю, что надо делать. Что мне нужно сделать? У меня хотя бы подсказку дайте. Жертвоприношение. Или чем мне надо молиться-то? Ножом? Лист, красный конверт, письмо, чёткий, музыкальная шкатулка. Тут нужно два предмета. Два предмета нужно. Типа аналогично принести в жертву свою кровь, возможно? Я не знаю. Не понимаю. Ты предлагаешь мяту во время молитвы. Кому вообще в голову придёт в жертвоприношение использовать мяту? Я понимаю, что жертвоприношение может быть чем угодно, но мята, бро, серьёзно? Серьёзно? Слышен отдающийся эхом голос. Он кажется тёплым и манящим. 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 Утешающим. Моё дитя, как я могу помочь тебе? Святой, да... Кому ты... Как он говорит ещё? Святой, да... Кто? Да... На чём он говорит ещё? Он же должен не... Мы же типа от его лица смотрим, то есть мы тоже... Но он тоже не понимает, что это за слова такие. Я молюсь в том, чтобы был более свободно общаться в своих снах. Общение с живыми и мёртвыми открыто для твоих снов. Ай, как он шелестит-то! Не шелести особо, бро, не шелести не надо. Уникальные пути уже открыты для тебя. Позволю попытаться тебе расти и сделай перерыв. И отправляйся в места, где можешь узнать больше. Не позволяйте страху направлять тебя, юнец. Голос удаляется, становится всё тише. Спасибо, святой, да... Всё. Всё, всем пока. Это же всё было, правильно? Так, что ж такое-то? Всё, мне больше не надо не молиться. Да мне больше нечем молиться. Или может можно, подожди. Нельзя молиться больше? Ладно, видимо... Всё, всем пока, я пошёл. Надеюсь, это что-то мне дало. Так, снизу я был. F2. Что F2? Не знаю, что F2. I don't know. I don't know, что значит F2. Стопка книг. Из книги, лежащей на самом верху, торчит необычно куча в бумаге. Ты тянешь за бумагу. Страница представляет собой нарисованную картинку, объясняющую некоторые религиозные символы. Да господи, я уже десять раз эту картинку видел. Отстань от меня. Присосалась-то, а? Странная статуя. Чирик-чирик. Точно ничего не было? Так, полуголая женщина. Даже не полуголая, а просто голая. Голенькая. Голенькая! Тут пусто. Похоже, дверь закроется. Ну, что поделать. Закроется, так закроется. Все, я больше... Пути назад больше нет. Дверь закрыта. Arigato. Arigato gozaimasu. Или merci. Merci beaucoup. Сюда нельзя зайти. Наверх нет смысла идти. Все, всем пока. Тут нечего ловить. Я не хочу осматриваться. Я хочу уйти отсюда. Я домой. Всем пока. Я все, что хотел, узнал. Правильно. Поэтому можно домой. Можно и домой. Правильно же? Можно домой. Я просто в этой игре вообще ничего не знаю. Куда мне можно, когда нельзя. Я пойду домой. Никто же не против, надеюсь, что я пошел домой? Или против? Если вы против, так и скажите мне, что вы против. Почему вы меня пускаете? Налево, направо, блин. Я сейчас уйду. Ребята, я сейчас домой иду. Я уже почти ушел. А, понятно. У тебя не пускают. Эта плитка смотрится неуместно. Я вернулся обратно. Все-таки я совершил ошибку. Нельзя мне было уходить. Здесь на полу плитка, которая отличается от окружающих ее плиток. Похоже, что ее можно полностью отделить от пола. Поднять плитку. Блин, как же все просто. Как же все просто оказывается. Блин, может быть. Ты снимаешь плитку. Я был прав. Здесь есть мобильный телефон. Интересно, кто-то оставил ее случайно? Конечно, бро. Вы нашли предмет. Брошенный сотовый телефончик. Нифига себе. Розовенький пинг. Фэшн. Фэшн. Здесь также есть лестница. Интересно. Телефон снова начинает звонить. Алло. Ты нажимаешь кнопку ответа. Помоги. Алло. Ответа нет. Спрашиваешь несколько раз, но получаешь тоже отсутствие ответа. Бро, я не хочу туда спускаться. Нет. Ты смотришь дыру под собой. Похоже, что там находится что-то вроде канализации. Ты задерживаешь дыхание, внимательно ослушиваясь звуки снизу. Все, что ты можешь разобрать, это звук капающей воды из холодных труб. Слишком темно, чтобы что-то разобрать. Лестница уже даже не выглядит устойчивой. Этот голос звучал, будто не из телефона. Ты проверяешь телефон и замечаешь, что он разряжен. Странно, он только что вырубился. Помогите, пожалуйста. До тебя наносится тот же бесплотный голос. Он звучит так, будто находится под тобой. Я не могу дворить голосам, которые я слышу в этом месте, верно? Ну, только в редких случаях. Положить плитку на гряжнее место. Ты держишь заслонку над отверстием, на мгновение замирая, прежде чем положить ее обратно. Шаги. Кто там? Кто там? Что за... Женщина! Женщина! Она почти не двигается. Ее потрагивающие пальцы не ставят на твои слова. Привет! Привет! Алло, привет! Здорово! Ты в порядке? Женщина! Она молчит. Ты замечаешь порез на ее затылке. Ой, он небольшой, но тебя больше беспокоит, что она на ней двигается. Оставайтесь на месте, а сейчас спущусь и заберу вас. Нет, бро, не ведись на женщину. Ты ставишь ногу на первую ступеньку лестницы. Особенно, когда она находится... Просто подождите до тех пор, хорошо? Бро, серьезно? Бро, как? Привет, лягушка. Лягушка, я говорю. Кролик. 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 Бежим, бежим, бежим. Быстрее. Бегом. Валим отсюда. Валим отсюда. Быстрее. Спасать. Спасать подружку. Да, 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 бегом, бегом. Это что такое? Подожди-ка. Это кто такой? Вы кто? Сэр, офицер, пожалуйста, помогите мне. Доброе утро, вам нужна помощь? Я не офицер полиции, однако, если это срочно, то... Вы не полицейский, но вы носите такую же форму. А, ну, я детектив, я просто расследую преступление. Мы работаем вместе, но обычно у нас свои графики и дела. Видите ли, я работаю специально в определенном отделении. У нас есть специальная униформа для каждого филиала в нашей системе. Моя форма похожа, но есть различия. Полицейский носит синюю форму. Она же скорее из льняно-голубоватого цвета морской волны. Бро, кого, кому, кого это? У нас также разные значки, офисные здания и цвет ниток прямо здесь. Ладно, 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 неважно, мне нужна помощь. Твои слова обрываются, поскольку что-то в этом незнакомце застало тебя врасплох. Что? О, в нем есть что-то странное. Не считая галстука задом наперед и неряшливого костюма, он выглядит знакомым. Атмосфера вокруг этого парня кажется родственной и знакомой, в то же время необычайно холодный и мертвый. Жесть, что такое? Клянусь себе, видели его? Твои размышления прерывают. Извините? А, простите. Эм, я его случайно не знаю. Эм, мне неловко говорить, но я вас знаю? А? Ну, видишь ли, у меня ужасная память. Я плохо запоминаю людей, так что если мы знаем друг друга, есть шанс, что только ты это помнишь. Мои коллеги постоянно просят меня делать перерывы, но им не нравится, что я затягиваю дела. Ты в порядке? У тебя... Ты неважно выглядишь? Неважно? А, точно, авария. Но детектив с ужасной памятью, что за шутка? А, не волнуйся по этому поводу. Клянусь, я знаю этого парня. Парлей свой франциаз? А чё? Ты не знаешь французского? Совсем нет, прости. Мне очень трудно учить новые языки. Прости, тогда не включай на меня внимания. Этот парень почему-то мне кажется знакомым, но я не могу понять, в чём дело. Ты сказал, что тебе нужна помощь, верно? В чём тебе нужна помощь? А, точно! Я не могу объяснить тебе это, но в базилике есть кто-то застрял. Ты можешь помочь мне вытащить её? Застрял как это? Ну, знаешь... Заперта, застряла. Я не могу ей помочь самостоятельно. Я не могу правильно перевести тебе это, но... Я могу показать тебе, куда нам нужно идти. Тогда я тебе помогу. Меня зовут Райкер. Отлично, Райкер. Меня зовут Габриэль. Бау! А чё? А почему красное? Это нормально вообще, что у него красное удостоверение? Пойдём поможем твоему другу. Я не знаю, человек, упавший в ловушку, но неважно. Габриэль теперь присоединился к группе взаимодействия с определёнными преобъектами. Может развить ваше отношение с Габриэлом. То есть, никому не смущай, что у него там, блин, штучка... Штучка была красненькая чуть-чуть. Ладно. Габриэль. Как с тобой говорить, Габриэл? Ну что ж, Габриэл. Габриэл, Габриэл. Посмотрим, что ты можешь нам предложить интересного. И я думаю, девушка в подвале подождёт, правильно? Как говорится, почему бы, собственно, и нет. Ничего с ней не станет, правильно? Ничего с ней не произойдёт. Так что вернёмся к ней позже. Я постараюсь видео не затягивать, как в прошлый раз. Поскорее выпустить его. Так что не переживайте. Не переживайте. Мы обязательно с вами... ...продолжим. Продолжим, что-то я затупил. Вот, в общем, спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось это видео. Оставлять ваши комментарии, подписываться на мой канал. Укус, я уже договорил. На мои социальные сети, на мой телеграм-канал, например. Можете подписаться, вот. Всем спасибо за просмотр ещё раз. До скорой встречи. И пока. До скорой встречи. Пока. Та-дам.